Мега полотно «Тысяча ангелов» и одна картина народного художника Узбекистана Ликима Ибрагимова заявлена на включение в Книгу рекордов Гиннеса. Полотно состоит из тысячи отдельно художественно завершенных картин, на каждой из которых изображен ангел. И эти тысячи частей в итоге формируют одну цельную картину площадью 528 квадратных метров со своим сюжетом по мотивам легендарных восточных сказаний. Подробнее об этом расскажет Азиз Якубов. Каждая из тысячи картин подписана художником, но даты на них разные – 2010, 2011 и 2012. Идея создания полотна по мотивам легендарных восточных сказок «Тысяча и одна ночь» возникла у академика Академии художеств Узбекистана Ликима Ибрагимова в 2000 году. В 10 лет формировалась концепция проекта, к реализации которого художник приступил в 2010 году и завершил этой весной. Я очень рад, благодарен своей семье, моим родителям. Они дали мне возможность. То есть я физически не нуждался в деньгах, допустим. Они помогали мне, все с этих сторон помогали. Потому что они надеялись, что я вот именно буду создавать картину. И мне было бы стыдно, если бы я что-нибудь не сделал. Потому что дали такую возможность. Моя семья, жена очень положительно относилась, помогала. У меня и сыновья мои тоже. Вся семья творчество у нас работает. И я поэтому смело с утра до вечера работал. Да, это очень была тяжелая работа, нелегко было. Получился тысячи вот этой картинок, когда соединяешь одна. Но в то же время она одна большая композиция. Потом я показал в этой картине, она не ради большого картина, я здесь показал о нашем культуре. Вот эта часть полотна, размер которого 2 метра в высоту и 15 в длину, является эскизом арт-проекта, который будет представлен в культурных центрах по всему миру. Сначала был сделан он, после художник разделил его на тысячи частей и приступил к написанию мегаполотна, размер которого составили 8 метров в высоту и 66 в длину. Говоря о гигантских размерах работы, стоит отметить оригинальность конструкции. Прежде всего, имеется в виду впервые используемый в современном изобразительном искусстве метаморфоз, когда из тысячи самостоятельных полотен при их соединении получается завершенная по своему замыслу картина. Учитывая вопрос высокой художественной ценности мегакартины «Тысяча ангелов и одна картина», была подана заявка в Комитет книги рекордов Гиннесса в раздел «Искусство» с формулировкой «Самая большая картина, состоящая из тысячи частей». Сейчас Комитет рассматривает заявку организаторов проекта. «Появилась группа единомышленников, которые решили помочь воплотить в действительно прекрасный проект. Ну и настолько он получился гигантским, что действительно появилась идея подать это в Книгу рекордов Гиннесса и Книгу рекордов России. Обе организации официально подали нам письмо, что заявка принята, рассматривается. Но у них возникла немножко такая ситуация, что немножко они были в заминке, потому что это же не цельная картина. Очень легко рассматривать картину, которая состоит из вот тут тысячи картин, тысячи ангелов. И они сейчас приняли заявку, мы получили официальные письма и ждем ответа. Ну, достаточно большая процедура, потому что очень много соискателей. Но надеемся, что кто-то из представителей той или иной книги приедет в Прагу». Сейчас мегаполотно находится в Праге. Авторы-организаторы проекта с самого начала решили, что картина должна экспонироваться в городах из списка всемирного наследия ЮНЕСКО. Как сказал Ликим Ибрагимов, в этом есть что-то особенное, символичное, предначертанное. Ведь столицу Чехии называют сердце Европы. И именно оттуда он начнет свое путешествие по миру. Еще Прагу называют городом Стабашин. И автор надеется, что после его выставки ее станут называть город Стабашин и тысячи ангелов. Прагу называют городом Стабашин. Прагу называют городом Стабашин. Прагу называют городом Стабашин.